Телефон потащил к себе, а вы потащили к себе, это уже что? Конфликт. А если я его не потащил, говорю, я ваш телефон забираю, а вы сидите и хоть бахны. Так я ваш телефон забираю, а вы все равно сидите, потому что мало ли что человек говорит, что только не говорят люди. Поэтому это очень правильно то, что и очень важно то, что мы с вами выяснили, что мы с вами изучаем действия. Это не значит, что мы не изучаем разговоры вокруг этих действий и оформление всякими разговорами действий, но, конечно, главное, что мы изучаем и что мы будем разбирать в этом курсе, это действия, которые совершают стороны трудовых отношений. действий я. С этого момента нас начали записывать, и это войдет в анналы истории. Так, мы с вами, рассматривая, что такое конфликт, пришли не только к тому, что это противоположные действия, но это противоположные действия, взятые в единстве. Почему? Потому что если я еду в Вологду, а вы едете в Воронеж, и мы на разных поездах, конфликта тоже нет. А вот если эти действия совершаются как одно противостоящее другому, противодействие, когда это не просто действие, а противодействие, вот когда имеет место противодействие, противодействие, то это действие, которое находится в единстве. Что по этому поводу говорят умные люди? Гегель говорил, для того, чтобы нарушителя спокойствия выбросить из храма, его приходится обнимать. Вот. Поэтому и любых борцов, которых вы себе представляете себе, борцы вольного стиля, что они делают? Прежде всего они обнимаются. И так? А дальше уже каждый тащит к себе. И каждый хочет сделать свое. Один хочет другого положить на лопатки, а тот не хочет, чтобы его положили на лопатки, и он хочет сам, чтобы его положить другого на лопатки. Или, скажем, вот борьба с самбо. Я когда был студентом, занимался борьбой с самбо на физкультуре, поэтому это дело знаю немножечко. Не как Владимир Владимирович Путин, он далеко прошел, а я был чемпионом по третьему разряду университета. Как только я стал встречаться с теми, кто имеет второй разряд, то это кончалось одним. Я все время лежал на ковре, и никакие мои противодействия мне не помогли. Но я могу об этом ничего не говорить. Я чемпион университета, а где там детали, по какому разряду, это мелочь уже. Не обязательно же это все знать, не всем рассказывать. Так вот, я хочу вам сказать, что там задача, как ходят, ходят, и каждый думает, как подловить противника и бросить его. И здесь, в результате, получить очки. Набрал больше очков, да. Или чистая победа, когда вы делаете болевой прием, и ваш уважаемый партнер стучит по ковру, что, так сказать, э-э-э, все, останавливайте, я сдаюсь. Потому что иначе может получиться, так сказать, уже повреждение организатора. Так что, всякая борьба, всякая борьба, не только вот спортивная, о которой я говорил, любая борьба жизненная, она есть не просто противодействие, она есть единство противоположных действий. Или, другими словами, единство противоположностей. Единство противоположностей. То есть, действия выступают, в которые вступают две стороны. Они в единстве, и они при этом в противоположности. Вот скажите мне, пожалуйста, что такое единство противоположностей, дорогие товарищи? Умудренное изучением философии, которую я же и преподавал. А? Диалектика. Нет. Это не диалектика. Диалектика – это наука, которая это изучает. А вот что такое единство противоположностей? Не попали. Закон диалектический. Что? Закон диалектический. Закон диалектический. Не знаю такого закона. Ну, может, вы знаете, вам хорошо. Я не знаю. Что такое единство и борьба противоположностей? Это я хочу вам привести пример того, что когда подходишь к знакомому понятию из той стороны, по которой доходили, и ты смотришь, а что это такое? Конфликт, да. Что это такое? Не знаю такого. Потому что если я сейчас скажу вам, что это такое, вы скажете, ну мы знаем, знаем, знаем. Конечно, знаете. Что такое единство и борьба противоположностей? Конфликт. Что? Конфликт. Нет, конфликт – это конфликт всегда единственная борьба против положенности, но не всякая единственная борьба против положенности есть конфликт. Правильно? Потому что словесный спор тоже подпадает под единственную борьбу против положенности. Я вам одно, я вам одно спрошу, а вы мне другое. Говорят, я вам одно, а вы мне другое. Или как у нас говорят преподаватели, студенты такие попались непонятливые. Я уже раз им объяснил, не понимаю. Два, три, не понимают. Четыре, на пятый раз я уже понял, а они все не понимают. Вот такие попались студенты. Но можно больше сказать, если студенты не понимают, кто виноват. Сказать, а кто преподаватель? Ну, такой преподаватель. Вот сейчас мы и выясняем, кто вам преподавал в философии, что вы не знаете, что такое единственная борьба против положенности. Это безобразное преподавание, ничего не остается в головах у студентов. И оценки, наверное, наставил зря, хорошие. А теперь уже никуда не денешься. Все подписано. Значит, дорогие товарищи, я не знаю, с прискорбием или с радостью обязаны вам сообщить, что единственная борьба противоположности. Есть знакомая вам категория противоречия. И даже люди, которые знают, что такое диалектика, которая наука о противоречиях, они скромно умалчивают об этой маленькой категории «вам хорошо и известный». Вот по этому поводу Гегель говорит, что «известный еще не есть от того познанный». Человек вроде это известно ему, и оно как-то следа не оставляет. С другой стороны, вы могли бы сказать, что вы нам рассказываете про конфликты, мы уже на кафедре конфликтологии уже 20 с лишним года. Ну вот, как выясняется, тут есть что разбирать. Правда? Да. Есть что разбирать. Причем это вот есть что разбирать и не в плане только студенческом. Например, вот большая монография издавалась под редакцией товарища Олейникова и других, и вот меня попросили специально написать, а что такое конфликт. Я писал, писал, а товарищ Олейников говорил, что мало, давайте подробнее, давайте конкретнее и так далее. Вот эта книжка по конфликтологии, которая есть на кафедре конфликтологии, в этой книжке, мой раздел называется «Конфликт в зеркале социальной философии». Вот, и тем самым, можно сказать, мы как бы утвердили некое общее понимание, достаточно ясное и глубокое, и это понимание сводится к тому, что это противоречие. Но какое? Не всякое противоречие есть конфликт. А какое? Это такое противоречие, которое, как мы выяснили, связано с противоположными действиями сторон, с противоположными. Это противоречие в действиях людей. Это столкновение не мнений, а столкновение действий. Или, если выражать такую, вот, брать такую формулу более поэтическую, это обострившийся конфликт, это обострившийся противоречие, причем обострившийся до такой степени, что сила аргументов начинает заменяться аргументами силы. Хорошее же определение? Это вроде того, как, если бы я сейчас подошел, скажу, что вы не понимаете, вы когда будете говорить, что такое, что такое единственная борьба противоположной? Все вы скажете, что это такое происходит? Написать на него жалобу, применять недозволенные средства. А вот написание жалоб, это уже как бы, это уже не конфликт. Ну, что тут такого недозволено? Пишите, пожалуйста. Мы комиссию соберем. Как будут собирать комиссию, знаете, в ВУЗе? Моих товарищей пригласят в комиссию. А, скажут, это студентки, они ничего же не знают. Почему вы такие наценки наставили хорошие? Надо пересмотреть. Поэтому вот у нас есть люди, которые думают, надо пойти в суд. Но кто суд, что он решает? Кто там будет вас защищать? Для чего создается суд? Для чего? Для того, чтобы справедливо решить конфликты? Или решить конфликты в соответствии с чем? Ну, закон, что вам, что мне, он одинаковый есть. А закон, что такое закон? Право, что такое? Они знают, нет? Товарищи конфликтологи. Право, возведенное, вот. Знают люди. Возведенное в закон воля господствующего класса. Вы пришли со мной судиться. А у меня 22 миллиарда рублей в этих баулах. Сегодня в российской газете портретик такой вот этим, эту газету вот там подложил, чтобы форчикой закрывал. Один работник службы собственного коррупционного отдела МВД дома в баулах хранил 22 миллиарда рубликов. Ну, там разные было в евро, в долларах, в разных рублях было. И так они у него посреди комнаты стоят эти баулах. Сейчас работник МВД, как вообще он такой мог получить? Он говорит, да, это я на хранение взял вот это из этого банка. Ну, разные такие вещи всегда говорят, когда поймают. Например, губернатор города Кирова, тот говорит, что «Да это и мне просто деньги дали на развитие района». Я говорю, да что вы их в ресторане получали? Почему бы вам написали расписку, что вам дали, спасибо бы сказали. Ну и так далее. Начинают люди защищаться и очень успешно. Ну вот он говорит, на хранение ему дали. Вам не дают 22 миллиарда на хранение? А потому что боятся, что вы там возьмете 3 рубля и купите себе что-нибудь. А это надежный человек. Итак, конфликт – это обострившиеся противоречия. Причем обострившиеся до такой степени, что сила аргументов, то есть спор, заменяется аргументами силы. То есть не кончается всей словесной перепалкой, а переходит в стороны к действию. И вот когда состоялся переход к действиям, когда есть действия и противодействия с каждой стороны, то вот тогда мы говорим о конфликтах. Вот это мы знаем. Это относится к каким конфликтам? Любым. Например, война – это что? Это спор или конфликт? Тут товарищ Сталин поспорил с товарищем Гитлером, кто кого победит. И победил товарищ Сталин. Так надо понимать. Или это было противодействие, причем очень сложнейшее противодействие, миллионных масс, то есть с другой стороны, миллионных. Причем с нашей стороны в итоге войны погибло 27 миллионов, со стороны немецкой порядка 9. Почему? Потому что немцы здесь уничтожали мирных жителей, поскольку вообще, так сказать, народ Советского Союза как бы был приговорен к уничтожению, поэтому никто их не считал, эти жертвы. А если взять потери военнослужащих, то они примерно одинаковые. 9 с нашей стороны и 9 с немецкой. Ну, с небольшой разницей. Огромные массы. Причем, наверное, как вы понимаете, если 9 миллионов погибло, а с нашей стороны погибло вместе с мирными жителями, 27. Ну вот, как вы думаете, кто идет в атаку? Самый смелый или самый трусливый? Самый решительный или нерешительный? И слабый. И вот представьте себе, наш народ потерял именно вот в этой части таких людей. Поэтому это во многом повлияло на то, что стало происходить потом. Вот когда говорят, мы добились победы. Вот вы добились изучения, понимания того, что такое противоположие? Добились? А что такое добились? Можете расшифровать по буквам? Добились? По смыслу что? Я медленно буду говорить. Добились. Что с мягким знакомым означает? Мы бились, но мягко бились. С мягким знаком что означает? Возврат. Что значит возврат? Себя вы добили, добились. Вы добили себя. Я добился победы. То есть при этом себя добил. Я бился, бил себя, бил себя и добился. То есть человек в этом понятии, в этом слове уже заключено понимание того, что не только вот когда идет борьба, если это борьба противоположности, что я вот скажем буду с вами сражаться, думаю, ну я вам покажу. А мне вы голову оторвете, может быть. Поэтому я добил себя, добился. И вот я выхожу, колченоги, и там говорят, я ее победил. Такое может быть. Поэтому когда кто-нибудь чего-нибудь добивается очень сложное, ну вот скажем, спортсмены, вот они добились победы и вот рухнули. Помните, они лежат бездыханные. Потом некоторые оживают, некоторые не оживают. А победа остается. Или я вот был в Донбайе, пока там не сделали такой вот шлагбаум, с автоматами стоят, говорят, у нас тут лес, мы дальше вас не пустим. Это такая зона, в которой мы охраняем этот лес, хотя кругом огромные пихты пилят, режут, строят там дома частные. Ужас. Но вот пока там не было этого шлагбаума, можно было пройти наверх туда, выше, в горы, к леднику и побывать на кладбище альпинистов. Такое грустное кладбище, там вот чемпион Советского Союза. Зашел на такую-такую-то вершину и при спуске, и в основном при спуске. То есть человек поднялся, победил, взял вершину, покорил. И? Ну это мы в таком трагическом варианте имеем в виде этих селфи с многоэтажных зданий. Последняя фотография, и он дальше, и вон она летит. Все, по крайней мере останется память молодая, красивая и на высоте навсегда. Ну а я, допустим, ну какая фотография? Ну уже человек пожилой. А что такое пожилой? Уже пожил. Уже как бы намекает, но вы уже пожили. Пойти другим пожить. Говорят, пожилым надо выступать вместо пожилой, постепенно выступая вместо другим. Это естественно. Поэтому вот всякого рода борьба, она непременно, если противодействие, она связана с тем, что человек, который вступает в борьбу, несет потери, обязательно. Какие потери? Он в чем-то побеждает, а в чем-то он при этом проигрывает. Я, так сказать, для себя, например, взял такую жизненную установку, могу с ней поделиться. Что, может быть, я и проиграю, вы, может быть, мне оторвете голову, но я вам оторву ногу. И никто со мной не хочет сражаться. Почему? Ну, потому что ему, его собственная нога дороже, чем моя голова. Это правильно? Ему жалко кого? С чего жалко? Ногу жалко. Представляете, вы без ноги. Ну, а зная, так сказать, меня, они понимают, что так оно и будет. Поэтому у меня каких-то конфликтов больших не бывает. А были. И много. Раньше. Так. Значит, конфликт. Это обострившиеся противоречия, причем обострившиеся до такой степени, что сила аргументу заменяется аргументами силы. Вот и война, например, что такое. Вот этот. Ну, если я спрошу, что такое война. Я тут спрашивал у магистров, которым вечером я преподаю второго курса. Причем одна из магистров с факультета политологии, толковая. Там знающая, но тоже как-то затрудняется сказать, что такое война. Может, вы знаете, что такое война? Кто-нибудь знает? Ну, скажет, вы конфликтологи, это самый крупный конфликт, какой вообще есть. Чего вы спрашиваете нас? Да? Мы это не изучали. А что вы тогда изучаете? Ну, самый крупный конфликт, какой есть, массовидный, огромный. Более страшного конфликта нет, чем война. Или есть? Ну, и что такое война? А чего вы не знаете? А кто вы такая? Конфликтолог? Да. Не знаю. Что за конфликтолог? Не знает, что такое война. Это насильственная форма ведения конфликта. Насильственная форма? Ну, так я сейчас у вас это отберу. Все. Это насильственная форма ведения конфликта. Где война? Предполагающее использование оружия. А, оружие. Хорошо. Тогда бандит пришел. Вот я тогда с оружием к вам приду. А у меня пистолет как раз и есть тут в кармане. Поэтому не надо дергаться. Все, я забираю. Это еще война? Это массовая. Массовая еще. Массовая. Так, пойдете со мной? У нее хорошие вещи есть, мы их продадим. Например, какие-то двух государств. Это несовместимые. А если не государство, то не война? Может, взаимовоничка. Антагнистическая. Ну, вот две бандитские группировки на стрелку пришли. Что вы рассказываете-то? Это стрелка то, что вы рассказываете. Что, на уничтожение? Да, вот мне не понравились ваши очки. Бац, и все. А вам эта улыбка лица не понравилась. И меня нету. Это обострившийся конфликт. Так, обострившийся. Они так вот. Каждый ворвал свое, а тут встретились. И давай друг друга стрелять. Об этом сообщают и не знают. МВД немножко посмотрит, потом их всех забирает. И одну, и вторую сторону. Это еще тоже конфликт. При этом они сопротивляются, но уже не так. Они между собой больше стреляют, чем с МВД. Они меньше, так сказать, сражаются. С МВД сражаются и террористы. А бандиты-то они на переговоры сюда идут. Вы нас не трогаете, мы вас не трогаем. Вы свое делаете, мы свое. Мы должны очищать карманы, чтобы они снова пополнялись. Так что такое война? Ну, допустим, вы читаете книгу про гражданскую войну. То про что вы читаете? Что такое гражданская война? Вот вы, гражданин, знаете, что такое гражданская война? Вы гражданин? Наверное. Ну и что такое гражданская война? Что значит «наверное»? У вас паспорт есть? Да. Да, наверное. А какой страны вы гражданин? Ну, Российская Федерация. В истории России была гражданская война. Что такое гражданская война? Когда один народ воюет сам собой. Народ сам собой воюет? А вы сами с собой никогда не воюете? Вот вы лично? Где вы видели народ, который воюет сам с собой? Ну, это смешно. Народ воюет сам с собой. Кошка воюет своим хвостом, это я понимаю. Это бывает. Но хвост тогда не воюет с кошкой. Как-то односторонняя такая битва происходит. Значит, дорогие товарищи, коллеги, я не хотел вас воспринизить, я просто хотел сказать, что мы в своем изучении должны быть выше, чем тот уровень, который у нас наблюдается. Это такой уровень мелкий, надо подниматься выше. То есть нельзя пропускать, что от вас требуется. От вас требуется очень простая вещь. Если вы каких-то слов не знаете, спросите. Пока есть у кого спросить. Вот, например, преподаватели существуют для того, чтобы вы не гуляли, не ходили бесконечно по разным книгам и искали в библиотеках, а могли бы за три минуты узнать, что это такое. И выйти на передовой край и пойти дальше. Дальше тех, кто вас обучает. Правильно? У нас задача какая? Чтобы вы остановились на том уровне, на котором у меня есть знания, или чтобы вы пошли дальше. Если вы не собираетесь пойти дальше, то это обучение не нужно, потому что уже есть люди, которые это делают. А вы должны дальше двигаться. Кто не знает, у вас у нас какая обстановка? Не позволяла спросить то, что вы хотите узнать? Вы не хотели узнать, что такое война раньше? А почему это? Вот надо думать над тем, ну вот понимать, что такое конфликтолог, человек, изучающий конфликты. Вот, говорит, мы между комарами конфликты изучаем. Или вы изучаете конфликты серьезные между огромными массами людей или конфликты в разных серьезных областях. Поэтому как не знать, что такое? Ну, это я могу вам доложить, что я прихожу к историкам. Та же картина, я спрашиваю. Ну, вы можете сказать, это не наша тема, война. Ну, война, может быть, не ваша тема, как конфликт она ваша. Что такое война, историки не говорят. Но они не знают, что такое история, чаще всего. Про что такое история? Вот я преподавал на пятом курсе философии истории. И говорю, что такое история? Молчат. Как-то они вот на пятом курсе не задавались таким вопросом. То есть мы историки, мы любим историю. Наконец девочка одна говорит, я знаю, мы истории изучаем то, что было. Я спрашиваю, так что, история изучает то, чего нет. Логично? Вот вы, говорю, пятый курс, заканчиваете. Идете на работу. Я вот пять лет изучала то, чего нет. Возьмите меня на работу. А там говорят, идите по добру, по здорову. Нам такие не нужны. Я говорю, хотите, я вам объясню. Что вы изучаете? Ну, мне это тоже нужно. Я же все-таки философию преподаю. Надо же показать, что философия, это не хухры-мухры, что-то она и дает. Давайте я вам скажу, что я изучаю, философию. Что изучает историю? Что? Берут ручки. История изучает. Современность. Как результат предшествующего развития человечества. Вы поняли, кто вы такие? Такие-то всем нужны люди, которые знают не только вершки, но с корешками. Со всем историей. Вот если я вас хочу изучить, так я вас должен изучить. Не вот сейчас я посмотрел на вас, и все. Не так, кто вас, мама, кто, папа, о чем занимались, как учились и так далее. Правда? Это будет более полное понимание. И даже из этого можно предсказать дальнейшие ваши шаги, действия, исходя из того, в каких ситуациях действовали. Правильно? А если я просто поглядел, и вот по фотографии, все, я сейчас скажу про... А что я скажу? Так что... Война. Могу сказать? Пока бесплатно. Это вооруженная борьба. Ну, то, что борьба, вы и сами скажете, правда? Потому что борьба противоположности. Классов, наций или государств. Война – это вооруженная борьба классов, наций или государств. Ну, если это борьба классов, как называется эта война? Вооруженная борьба классов. Гражданская война. Вот и все. Не народ сам с собой воюет, а противоположные классы воюет. Один из классов, как правило, не народ. Потому что народ – это рабочие крестьяне, а эксплуататоры никогда в народы не только ученые не зачисляли, и сами эксплуататоры себя в народ не зачисляли. Например, дворяне ходили в народ. Это было кто? Кто ходил? Люди из высшего света ходили в народ и просвещали. Правильно? Просветители были. Народники – это те, которые, так сказать, о всех членах общества думали или о народе думали. Народ – это рабочие крестьяне. То есть те люди, которые создают материальные влаги. А потребляют материальные влаги не все, все. Создают не все, а потребляют все. Нет таких людей, которые бы не потребляли материальные влаги. Потому что если не будешь употреблять материальные влаги, тебя не будет. Так, а вооруженная борьба наций? Какая война? А что тут думать? Национальные войны? Национальная война. Так вы задумались уже. Или я вас запугал, или вы сами себя запугали. Ну вот национально-освободительные войны, которые были связаны с освобождением колониальных народов от иноземного господства, это какие войны? Национальные войны, правда? Если одна нация с другой нацией воюет по каким-то другим вопросам, это будет национальная война. Ну а если государство с государством воюет, это что? Это обычная война. Обычная война – это война государства. Правда? И про нее, например, говорится, что война – это продолжение политики другими средствами. Это не что-то новое. А вот этот самый переход. Политики на одни намечают одно, другие – другое. А вот переход к действиям. Вот и японцы наши, коллеги, которые к нам приезжают, с нами разговаривают, предлагают всякие разные проекты экономического развития у нас на Дальнем Востоке, на островах, на Камчатке и Сахалине. Но они-то считают, что это их острова. Ну, а что считает руководство российского государства, что не надо пытаться переделать итоги, пересматривать итоги Второй мировой войны. Японцы могут сказать, а вы первые напали. Не, мы не первые напали. На первые напали японцы, на нас, в озеро Хасан и на Халкинголе. И тогда это было до того, как началась война на Западе. Они получили там сокрушительный отпор, а мы получили хорошую песню «Три танкиста, три веселых друга», экипаж машины боевой. И после этого, несмотря на неоднократные попытки Гитлера, так сказать, своего союзника Японию вовлечь в борьбу с Советским Союзом, они воздерживались. А с американцами воевали, как вы знаете. Вот там американцы потерпели большой урон, воевали с Японией. Вот. И американцы применили, как известно, две атомных бомбы Хиросиме и Нагасаки. Поэтому японцы терпят на Окинаве военную базу американскую. А что касается Советского Союза, он в соответствии с договоренностью, которая была достигнута на встрече трех руководителей Сталина, Рузвельта и Черчилля, вступил в войну, объявив, как положено, невероломно, объявив войну Японии 1 сентября 1945 года, переместив сначала свои вооруженные силы и взяв на себя обязательства, что если союзники, то есть Соединенные Штаты Америки и Великобритания признают право России на исконно русские территории, вот эти острова и юг Сахалина, то тогда Советский Союз вступают в войну. А если нет, то и нет. Поэтому это вот, так сказать, это не решение Советского Союза, конфликт Советского Союза, это действительно решение тех, кто победил в этой войне, и поэтому это решение Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, поэтому Японии сложно тут пересматривать, потому что то же самое, та же Великобритания и Соединенные Штаты не могут отказаться от своей позиции, поскольку она сформулирована была во всех дипломатических документах, это вообще, так сказать, чревато. Потеря вообще авторитета международного, если страны отказываются от того, что они подписывали в свое время. Ну вот, мы перебрали с вами три вида войн, это самый крупный конфликт, еще по грандиозности и широте конфликта, еще какой конфликт назовете, на второе место поставите. А что? А? Нет, это вы же на Мерабе берете виды войн, а я беру, кроме войн, вот войны мы оставляем теперь, все, разобрали. Войны и самый крупный конфликт, еще, чуть-чуть менее крупный конфликт, но тоже грандиозный. Что? Революция. Революция, да. Потому что революция представляет собой переход от одной формации к другой, и здесь воюют классы, в этот конфликт вступают, а будет тут гражданская война или нет, это зависит от течения этого конфликта. Скажем, вот большевики, они взяли власть в Петрограде бескровно, и бескровность связана с тем, что здесь уже в предшествующий период была проделана большая работа для того, чтобы на сторону большевиков встал Петроградский гарнизон. Петроградский гарнизон, войска Северного фронта и Московский, в Москве силы тоже были на стороне большевиков. Вот есть такая работа, которую я вам рекомендую по поводу этого самого грандиозного конфликта, который отмечаться будет, столетие, которое будет отмечаться в следующем году, Великой Октябрьской Социалистической Революции. Есть такая работа в томе 40-м был на собрании сочинения Ленина, выборы в учредительное собрание и диктатуру пролетариата, где Ленин очень понятно объясняет, особенно на фоне нынешней избирательной кампании, что если вы собираетесь при господстве буржуазных определителей воли получить большинство, то это у вас не получится. Вы никогда не получите большинство при господстве буржуазии. Мы, конечно, не сумасшедшие и понимаем, что надо, чтобы на нашей стороне было большинство. Поэтому, говорит, берем власть и с помощью государственной власти привлекаем на свою сторону большинство народа. А именно, а как мы привлекаем? Мир народам даем, заканчиваем войну. Кто вывел из Первой мировой войны людей? Кто? Большевики. Даем землю крестьянам, и ее невозможно было отнять потом, потому что, когда началась гражданская война и попытались ее отнять, то крестьяне, которые относились к большевикам, ну, как бы так сказать, с опаской и с известным недоверием, по крайней мере, считать, что крестьяне, это вот коммунисты, это довольно нелепо было бы. Крестьяне с оружием в руках защищали свою землю, которую они получили от большевиков. ИССРы сформулировали программу разделить землю по едокам. Они-то не реализовали, а большевики взяли и реализовали. Это не программа большевиков. Программа большевиков соединить в общую собственность, чтобы получить общественную собственность, а эта программа все разделить. И прекрасно все понимали, что это приведет к тому, что снова будут бедняки, потом середняки и кулаки, что и получилось у нас к 28-му году. Но на тот момент, поскольку это было требование крестьян, большевики, реализовали. Ну и кроме всего прочего, рабочие получили уже сразу собственность в виде государственной собственности на фабрики и заводы. И поэтому большевики на свою сторону привлежили большинство. Поэтому представьте ситуацию в 17-м году в Петрограде. Петроградский гарнизон на стороне большевиков. А что у временного правительства здесь? Жилетский батальон численность меня неизвестна. Батальон это очень малая воинская единица, правда? Она несравнима вообще, несопоставима с гарнизоном во время войны, гарнизон Петроградский. Ну и кадеты. Это кто такие? Это учащиеся военных училищ. Тоже немножко было там на дворцовой площади. Никто в них не стрелял. Не заметен на них, чтобы кто-то стрелял из тех, кто захватывал зимний. Вот показывают дороги, ну, побежали. И что? Побежали, да. А кто стреляет? Никто не стреляет. А в кого стреляет? Никто. Кто это будет стрелять в женский батальон и в этих кадетов? Они так и остались за дровами там сидеть. Это не говоря уже о том, что во время Корниловского мятежа по просьбе Временного правительства большевики помогли в охране Временного правительства. И экипаж Авроры охранял Зимний дворец во время Корниловского мятежа в июле. Поэтому они никуда не бежали вот по главному входу, как показывают в кино. Они пошли в тот вход, который ведет прямо к Временному правительству, пришли и арестовали его и в дело с концом. И на следующий день всех практически через несколько дней поотпускали Временное правительство, а генерала Краснова отпустили под слова офицера, что он поедет и не будет сражаться против советской власти. А он взял и нарушил слово и начал гражданскую войну. Ну, раз он начал гражданскую войну, значит, с ним стали воевать. Он создал Белую гвардию и тогда появилась Красная гвардия, а потом выяснилось, что он добровольцами дело не обойдется, надо начинать мобилизации переходить, и вот приходит в село Белый. Вот я прихожу, Белый, генерал. Пойдете записываться в Белую гвардию? Не пойдете? Вот вы видите ее, пожалуйста, в коридор, сейчас щелк там, услышали все, а вы пойдете в Белую гвардию? Записываем. Ну, я так и думал, понятливый ли. Записываем. А в соседнее село, скажем, вот я, например, из села Староклинской, а в соседнее село Квердяки, а в Квердяки пришли Красный. Так. Вы в Красный будете записывать с армией? Не будете, да? Вот там, пожалуйста, вы видите его. Так, ну, будем подписываться в Красной Армии? Так, все хорошо. И получилось, вот соседи, так сказать, они оказались в разных армиях. Кто составлял большинство Красной Армии? Крестьяне, то есть мелкие буржуа. Кто составлял большинство Белой Армии? Крестьяне, мелкие буржуа. Но это вот как было в Гражданской войне. А мне рассказывал декан экономического факультета Николай Андреевич Моисеенко, мой соавтор по четырем книгам, в том числе по книге математиков политэкономии, изданной в Китай. Вот он мне рассказывал, как у них после Гражданской войны шла запись в колхоз. Тоже интересно. Мирно так. Председатель Сельсовета, герой Гражданской войны, так он заикался, видимо у него ранения были. Он говорит, кто? Собрали всех, всех собрали, все сидят, вот как вы сидите. Кто за колхозы, тот за советскую власть. Кто против колхозов, тот против советской власти. Кто против колхозов. Дописывайтесь. И все записались. И все хорошо. Мы же с вами конфликты изучаем. Никаких конфликтов нету. Красота. Сам переход власти ювелирно был сделан, потому что представьте себе, иногда цитируют какие-то обрезки, обрызки из того, что говорил Ленин, вроде того, что вчера было рано, завтра будет поздно. А что рано, что поздно? Ну вот если бы вчера большевики взяли власть, а завтра съезд Совета второй собирается, собирается. Это получилось бы Петроградский Совет взял власть и узурпировал власть. Российскую власть захватил Петроградский Совет. Так надо воевать с Петроградским Советом? Или собирается второй съезд Совета? Разъехался второй съезд Совета, тут и большевики подсоветились и с помощью Петроградского Совета захватили власть. Опять надо воевать с этой властью, правильно? Потому что был тут Совет, он ничего такого не решал, а тут заявились, конечно, граждане большевики. Это враги, значит, народа. Что-то надо с ними делать, понятное дело. А тут весь фокус был в том, что вот сегодня собирается съезд Советов, вот вы уже приехали, наши там быстренько взяли власть и вот приходят к вам и говорят, вот вам на блюдечке золотой каемочкой власть. Предлагаю вам избрать вот Совнарком и состав. Голосуем. Все. Правительство во главе с Лениным было утверждено одно из самых образованных правительств, какие вообще были когда-нибудь в мире. Так, ну это вот разновидность конфликта. Это мы для чего говорим? Для того, чтобы сказать, что мы, конечно, не такие будем конфликты с вами рассматривать, социально-трудовые, но надо понимать, что конфликт это обострившаяся противоречия связана с противоположными действиями сторон, и об этом мы не должны забывать. Как бы это маленькая война такая, но не война. И безоружие, и без оружия это все делается. Но это чем, в чем отличие от этих конфликтов крупных, которые бывают очень редко, социально-трудовых конфликтов, потому что они на каждом шагу бывают, и их очень много. Нет таких видов конфликтов, которых было бы больше, чем социально-трудовых. Правда? Потому что все на работе, все трудятся, но кроме не трудящихся паразитов. Поэтому, а если паразиты, так они на чьей-то шее сидят, значит, они тоже участвуют в конфликтах. Правильно? Поэтому таких людей, которые не участвуют в социально-трудовых конфликтах, нет, кроме рантье, или, как сейчас говорят, инвесторов. Инвестор – это кто такой? Вот если я инвестор, что я делаю? Вот вы будете этот завод строить, там заводы, там учиться, создавать, организовывать, нанимать, и так далее, прибыль получать, а мне, что? Вот я вам даю, и вы мне будете проценты отчислять. А я там где-то загораю на островах, и только что мне регулярно каждые две недели вы присылали все. Как только вы не присылаете, я у вас все отбираю. То есть инвестор кто такой? Это рантье. А рантье кто такой? Это стрижет купоны. То есть вот если вы положите, вот у меня, например, с советского времени была сберкнижка, и вот потом решили выплачивать проценты по этой сберкнижке, я пошел и 10 копеек получил. Ну, соответственно, с тем, сколько у меня было на сберкнижке. 10 копеек. Поэтому это под рантье я не подпадаю. Ну, а если бы там лежала очень крупная сумма, ну, посчитайте, сколько нужно, чтобы ежемесячно получать там, допустим, 100 тысяч, и у вас уже жизнь бы не показалась такой тяжелой. Сейчас-то вы все стройные здесь сидят, я чувствую, рантье тут что-то не видно. Хочешь, говорит, похудеть, спроси меня, как? Поживи, как студенты. Как у нас есть стихи такие студенческие, кто не был студентом, тому не понять, не понять, как хочется кушать, как хочется спать. итак, 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 самые массовидные конфликты это социально-трудовые, а раз они самые массовидные, то тем более нам надо разобраться, что это такое социально-трудовые конфликты, тоже фундаментально. Вы чувствуете, у нас фундаментально, вы и раньше об этом говорили, вспоминали, называли, а сейчас мы фундаментально должны разобраться. Для этого надо знать социально, что такое общество, во-первых, что такое общество. Вот не сочтите нескромно мой вопрос, узнать у вас, что такое общество. Вы у нас по программе философия обучаетесь, все знают, что вы обучаетесь по программе философия, да? А уже, так сказать, подраздел конфликтологии. Общество не скажет нам, что такое? Если вы нам не скажете, что такое общество, это будет, это на моральное унижение, игра, да? Ну, человек не скажет, если, Общество. Группа людей. Вот стоят у метро трое пьяных. Вот это общество. Это вы нам рассказали. Спасибо вам большое за просвещение. Не хотите вы еще подумать? Вот, есть там. Исторически сложившаяся общность людей, которая характеризуется по наличию каких-то социальных институтов. Ой, я должен знать, что такое общество. Я должен знать, что такое социальные институты. А социо – это общество. То есть, чтобы знать, что такое общество, я должен знать, что такое общество. Спасибо вам, вы меня просветили. Исторически сложившаяся общность людей. Исторически сложившаяся общность людей. Племя, вот, например, исторически сложившаяся общность людей. Что ли, это племя это и есть общество? Обладающие определенными традициями. Определенными – это не определенными. У меня есть определенное мнение по отношению к некоторым определенным вопросам. Это что я хочу сказать? Это дипломатическая форма уйти от ответа. В общем, это свод камней, который упал бы, который развалился бы, если бы упал бы хотя бы один. То есть это вот надо идти в горы, там очень много камней, там есть россыпи камней колоссальные. Я даже оттуда, я вот из Донбая сюда привожу парочку камней, чтобы положить там где-нибудь. Это вот как раз это и есть общество, буду знать. Вот мое общество сейчас. Люди придут ко мне и скажут, вот общество, это студенты мне объяснили, у меня общество, тут вот лежит куча камней. Ну, спасибо вам, просветили. И вы не знаете, что такое общество, у нас на вас, Надежда, последняя вас. Люди их отношения. А? Люди их отношения. Вот, вот видите? Уже не срок. Вот, Надежда умирает последняя. Люди вместе с их отношениями. Учитесь. Учитесь, вот. Скромный человек сел на предпоследнюю парту, самый скромный, на последней. Она такая скромная, что даже и руку не поднимай. Но она записывает. Она потом выйдет вперед. Она сейчас тихо молчит, молчит, потом она пойдет набирать обороты. Люди взятые вместе с их отношениями. Это понятно? А вы нам что хотели дать? Дохлую кошку куда-то бросили нам. Предложили гнилую рыбу. Ну, вы на меня не обижайтесь. Я, так сказать, должен что-то делать, чтобы это запомнилось. Вот так просто если вам читать больше. Я же вам уже читал. И уже про общество спрашивал. Ну, не запомнилось. Как-то на вас надо нападать. Но у нас конфликта же нет. Он у меня обидится. Ну, точно запомнит. А значит, для того, чтобы обидеться, нужно затаить тогда обиду. Потому что он сказал, что общество – это группа людей. Это не группа людей, а люди, сятоясь с их отношениями. Потому что отношения без людей – это что-то тебе что? Люди без отношений – это что угодно. Это население, жители, граждане. Это не общество. Горожане, там кто еще? Избиратели. Ну, такого рода все. Вот когда их берете, россыпи, без отношений. Ну, какой-нибудь один признак, как взяли, да и все. Так. Общество, люди вместе гадают. То есть, очень простое определение. Чем оно проще, тем оно больше включает в себя. Правда? А что такое вот те отношения, в которые люди вступают, это и общественные отношения. Вот и все. Так, теперь, что такое труд? Сейчас мы узнаем, наши студенты, российские, знают, что такое труд? Или они знают только в том плане, что трудились? Каждый что-нибудь не трудился, конечно. А вот что такое труд? Осознали ли они, что они делали? А что вы мне поднимаете руку? Вот вы так сюда поднимали руку. Не знаю. Не оплачиваемую работу. Не надо нагружать. Вот я спрашиваю, что такое труд, еще надо знать, что такое плата. Да еще и работу надо знать. Это столько много надо знать, я не знаю. Как вы это запоминаете? У меня, например, голова бы лопнула, если я это все... Общественные обстоятельства. Что? Общественная полезная действенность. Вот в футбол я играю. На что? Деятельность направленная на... Деятельность направленная на «я слышу», а дальше как-то так. Определенный результат. То есть я подошел сзади топором раз по голове. Эта деятельность направлена, и результат налицо. И сумочку забрал. Вы же уже погрудились. А вот видите, она настаивает. Вот где тяжелый труд-то у бандитов. И рисковое дело. Рисковое. Могут и посадить. Могут и не посадить. Поэтому некоторые бандиты говорят, мы на мокрое дело не идем. Зачем это дело? Мы разрежем вашу сумочку, вытащим оттуда все деньги, пока вы будете находиться в вагоне метро. И не надо, и ваша жизнь нам не нужна. Или просто выдернем. И серьги тоже. Вас зачем убивать? Вывернут, выдернут отсюда. Вот так. И только немножко мочки попорчены. А все остальное. Зачем нам ваша жизнь? Им нужны вот серьги. Им не нужно. Это воры. У них свой кодекс. Не надо лишних жертв. Что вы нам рассказываете? Детельность направлена на создание блага. О, хорошо. Духовного. Давайте все будем заниматься деятельностью создания блага. Я буду создавать философские блага. Вы будете конфликтологические блага. Сколько мы протянем, как вы думаете? Месяц протянем? А, материальных благ. Ну, это хорошо. Деятельность направлена на создание материальных благ. Только направлено или результат есть? Вот я направился на это создание. Решил выращивать пшеницу. Посыпал вот на Невском. Она не растет. А направил я на создание материальных благ. Ждал, ждал, сидел, пригорел. Не с ним, не сходит и все. А если бы взошла, я бы не... Что? Деятельность результатом, который является... Да, вот результатом, который... Вот видите, разница. У вас только направленная. Деятельность по производству... Результатом, который является создание материальных благ. Ну, тут все понятно. Правильно? Если вы создаете материальные блага, вы утруетесь. А если я вам рассказываю, как надо создавать материальные блага, то это немножко другое. Это тоже можно считать видом труда. Но труд не материально-производительный, а духовно-производительный труд. Да? Вот я создаю материальные блага. Вы видели, чтобы у меня хоть раз жареный рябчик хоть один выскочил изо рта? Я уж и так вам рассказываю, и так рассказываю. А все равно не выскакиваю. Поэтому некоторые деятели, в том числе в науке, пытаются доказать, что вот наука – это непосредственная производительная сила. Непосредственная. Вот слово там главное, непосредственное. То вот если я что-то вот говорю, то уже прямо вот тут сразу все развивается. Или наука – это такая общественная производительная сила, которая предполагает, что люди, вооружившись знаниями, увеличат производительную силу уже своего труда. И создадут больше материальных благ. Поэтому наука очень полезна. Без науки вы далеко не продвинетесь. Но если вы будете вот сидеть и слушать, что я рассказываю, значит, не знаю, кто из нас… Я думаю, что вы раньше умрете, чем я. Потому что у меня комплексы, так сказать, так… Я же в советское время вообще воспитывался. Там у нас кормежка лучше была. У нас, между прочим, не загоняли на второй этаж, на первый этаж, там, где были заготовительные эти цеха, то есть столовые. А мы на втором этаже ели, где потом сделали ресторан. А потом убрали ресторан и сделали какой-то отдел университета. Там было просторно, высокие потолки, а не то, что тут вы сидите. Так, так что? Труд – это деятельность с результатом, который является материальным благом. Я бы добавил еще одно непосредственное результат. Потому что если я скажу, я вам скажу, как сделать, вы сделаете, и скажу, ну вот видите, я же вам объясню, вот это мой результат. А вы только делали, что я вам сказал. Да? Так вот, поэтому здесь еще не хватает одного слова, для того, чтобы вы были правы полностью. Непосредственным результатом которого является материальное благо. Это труд, или это материально-производительный труд, или просто труд, или труд в политико-экономическом смысле. Вот в третьем томе «Капитала» Маркс разбирает все разные понятия производительного труда. Он говорит, вот труд, в смысле Адама Смита, это материально-производительный труд. Вот, например, говорит, кто будет сравнивать фармацевта и врача? Врач – это человек с высшим образованием, да? Человек просвещенный, он лечит непосредственно человека, а фармацевт делает таблетку. Это материальное благо. Кто выше? Выше, конечно, врач. А кто создает материальное благо? Фармацевт. Вот труд фармацевта материально-производительный или труд в смысле Адама Смита, так Адам Смит его отделял, труд. А есть труд в широком смысле, который вообще чем-то полезен. Ну, конечно, а врач непосредственно не материальное благо создает, он человека создает, он из больного делает здорового. Поэтому не надо путать эти вещи. Вообще путать производство материальных благ и других, а другие какие? Это духовные блага, это наука, искусство. Или это переработка, или это воздействие непосредственно человека. Например, парикмахер, он обрабатывает голову снаружи. Преподаватели, они норовят обрабатывать эту же голову, но где-то изнутри. А вот, скажем, есть деятельность по преобразованию форм общественного сознания. Там программисты, что они делают? Вот есть одна, в одной форме идея. Они ее преобразовывают и передают. Или преобразовывают одни формы в другие формы, делают программы. Вот мне, я когда учился на матмехе, вот мы с Степаном Силановичем учились, мы писали на алголе. А сейчас уже никто эти программы не делает, сейчас все пользователи, они знают, куда нажать. А я даже вот в новом телефоне не знаю, куда нажать. Уже так здорово продвинулись. Надо еще так вот олистать. И не пропустить, чтобы не пролистнули то, что тебе надо. Так, вот что такое труд, мы с вами знаем. Просто и понятно. Поэтому, если Робинзон, Крузо вместе с Пятницей высадились, не высадились, а оказались на острове после кораблекрушения, то трудом они мы занимались, занимались. А производство было там? Какое там было производство? А вот что такое производство? Есть такие люди у нас тут, в нашем коллективе сплоченном, которые знают, что такое производство. Некоторые даже пошли почитать, что это такое. Сейчас придет и скажет. Создание материальных благ. Это повторение, это труд. Непосредственно создание материальных благ – это труд. Что такое производство? Мы на вас надеемся, вы куда-то там, наверное, все прочитали, просветились. Нет, нет. Нет, да? Не скажете, что такое производство? Это новое для вас слово «производство». Вы впервые слышите сегодня. Это именно тогда процесс создания этих? Нет, процесс создания уже не то пошло. Процесс создания – это вы трудом опять стали. На труд повернули. А то, что процесс – это правильно. То есть, как бы я вам уже сказал одно слово, а что вы пристали, дайте, пусть другие дальше говорят. Правда? Процесс преобразования. Процесс преобразования. Нет, ну не потом преобразование. Ну, это вот такой вопрос сложный. Я думаю, что вот возможно, что вы не ответите. И возможно потому, что так получилось, что даже вот люди, много и широко знающие этот предмет, настолько глубоко и широко, что они не удосужились, так сказать, эти определения особо выделить и дать. Процесс преобразования труда в… Труда. Преобразование труда. В отдых. В отдых. Процесс создания продукта. Как? Процесс создания продукта. Процесс создания продукта – это вот труд. Причем продукт материальный должен быть. Потому что духовный продукт. Я вот художник нарисовал, нарисовал картину. При этом вы видели, что я мазал, да? Так вот цель моя не намазать на холст какую-то краску, а цель – создать художественный волос. Потом научиться рифмовать – нет проблемы. Правильно? Все, каждый может научиться рифмовать. Я, например, могу рифмовать все, что угодно. Но я не поэт. Потому что быть поэтом надо… Что для этого надо? Надо опять иметь художественный образ, создать. А зарифмовать – это уже второй вопрос. Это форма. В соответствии форма содержания. То есть вот так получилось, что если вы в «Капитале» начнете искать, что такое производство, вы не найдете. А вот в рукописях Маркса «Капитал» есть определение, которое почему-то Маркс не включил, поскольку он считал, что все и так хорошо все понимают. Что мы сегодня проверяем и убеждаемся, что не совсем так. Когда я выпускал свою книгу «Социальная диалектика» издание 2014 года, товарищ, который меня вычитывал, сказал, что вы, Михаил Васильевич, пожалуйста, эти все определения выделите как-нибудь. Я выделил черным и жирным. Поэтому вот, скажем, в книге «Социальная диалектика», которая висит на сайте Фонда Рабочей Академии, в разделе «Библиотека», вы можете найти эти определения, они выделены жирным курсивом. И в этом смысле вот это некое пособие. Потому что я эти определения разыскивал в течение всей своей жизни, еще не прекратил разыскивать. Определения именно, чтобы можно было сказать, о чем мы говорим. Так вот, производство. Можете записать определение производства. Тоже бесплатно, кстати, пока. Мы же знаем сейчас время. А сейчас время такое, что сегодня бесплатно, завтра начинаем. Вот медицинское обслуживание. Сплошь и рядом становится платным. Образование наполовину уже платное. Вот зачем сделали внизу эту вахту, я имею в виду. Почему там сделали пропуска? А чтобы он кто-нибудь не пришел бы и не узнал бы бесплатно, чему здесь учат. Так вот, производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот на этом я лекцию сегодня закончу. А вам задание самостоятельное на оставшееся время, чтобы вы чувствовали, что тут вы должны... Каждое слово из этого определения вы должны понимать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...